доброго времени суток зрителям и подписчикам моего канала сегодня тест вот такого недорогого сварочника точечного на аккумуляторах я бы даже сказал наверно правильный тест почему потому что я уже смотрел тесты у разных чуваков и все это конечно же полное говно так как как правило да то есть весь тест или обзор он посвящен тому чтобы показать какие режимы работы кто-то значит разбирает дальше как правило берется один аккумулятор приваривается к нему полосочка и типа все значит либо приварилась либо не приварилась и на этом ты заканчивается но я считаю это полное говно и не может никоим образом отображать всю картину работы с этим девайсом для чего я приобрел собственно этот девайс понадобилось мне собрать батарейку для моноколеса своего и покупать как бы ради раздавая акции дорогой профессиональный сварочник я не вижу никакого смысла если бы я естественно занимался бы сборкой батарей на потоке тогда да безусловно это бы окупилась все дела вот но как правило вот так вот раз в год там собрать одну батарею там для того же моноколеса для того же шуруповерта при таком раскладе я не вижу никакого смысла тратится на какой-то дорогой офигенный девайс батарею я буду пытаться собрать при помощи этого сварочника 20s 4p но единственное что она будет состоять конечно же из двух частей то есть 10s 4p одна часть 10s 4p другая часть всего в каждой части получается по 40 ячеек вот примерно считаете сколько мне нужно сделать будет сварок этим аппаратом вот конечно же я буду делать это с перерывом но я надеюсь что может быть на одну батарею мне хватит собрать то есть одну половину батареи до 10s 4p на одной зарядке а может и нет я не знаю собственно сейчас в процессе этого теста будет понятно расскажу насколько удобно вообще им пользоваться насколько сильно греются эти вот как они называются щупы наверное в общем реально на практике покажу как это работает действительно а не так что там одну батарейку сварил и все типа вывод сделал поэтому наверное я собственно и видос назову так что это действительно правильный тест этого сварочника в данном видео я не собираюсь описывать ни режимов работы не настройки не разбирать этот сварочник потому что не вижу в этом никакого смысла все это вы можете найти собственно в интернете в обзорах или в инструкции к нему или на алиэкспрессе в описании это все доступно все есть не вижу смысла тратить время на эту ахинею сейчас я сделаю что вот у меня есть такой вот элемент литокала оставшиеся от сборки для шуруповерта в нее в общем то не жалко сейчас я на нем потренируюсь приваривая 0 15 на 8 ленту к нему посмотрю какой режим более подойдет ну чтобы он держал хорошо и при этом не повреждал наверное вот этот вот металл аккумулятора и после чего я уже собственно дозаряжу до максимума батарею этого девайса и перейду собственно к сварке самой батареи для моноколеса ну что ж начну процесс собственно самой сварки кстати говоря забыл сказать варить я буду не чисто никелевую ленту а естественно стальную покрытую никелем я прекрасно понимаю что на чистом никеле может быть абсолютно другой результат но сталь покрытая никелем меня устраивает абсолютно поэтому для меня это окей значит ну что приступим для начала включу аппарат и наверное попробую сварить на четвертом режиме сейчас посмотрим насколько вообще хорошо приварится эта пластина именно в этом режиме так ну теперь теперь надо попробовать собственно оторвать пластинка оторвалась но можно сказать на грани того что с мясом то есть сейчас я не знаю попробую поднести поближе бликует конечно это все но вот видно здесь точечки здесь тоже на батарее осталось две точки то есть в никелевые полоски конечно не образовалась дырок то есть не осталось каких-то ошметках металла здесь как это обычно бывает при хорошей качественной сварки но при этом держалась лента вполне нормально сейчас я попробую добавить режим еще на одну единичку и посмотреть что будет после этого это получается будет сварка в пятом режиме сейчас посмотрим что изменится сейчас попробую на камеру оторвать ну да вот это уже серьезнее держит все равно не с мясом но вот уже на самом деле вот здесь я уже вижу почти что почти что отверстие в ленте то есть провалилась она довольно неплохо но здесь тоже есть такие остатки которые неплохо бы наверное уже и дремелем обработать ну давайте ради прикола еще добавлю один режим чтобы посмотреть это получается я варил в пятом так ну вот результат шестой режим ну все здесь уже пошел отрыв с мясом то есть вот я не знаю сейчас будет видно на камеру или нет конечно погнулась тут вся бликует еще под светом не знаю видно он палец мой просвечивает короче на шестом режиме общем в принципе отрыв уже происходит с разрушением вот этой вот ленты что в принципе я думаю что вполне отличный результат в общем подготовил я тут бабку к сварке нарезал кучу вот этих вот пластиночек из никелевой ленты оказывается это самое сложное в сварке но первый раз занимаюсь сваркой таких вот баток вот короче геморрой на тут все долго вырезал подгонял поэтому советую сразу всем покупать готовые ленты они заниматься вот этим мононизмом потому что большая часть времени уходит именно вот на это нарезание и подгонку под холдер в общем сейчас начну варить ну и когда уже доварю вот эту батарею целиком уже скажу так сказать свои впечатления от работы вот этого вот портативного девайса как он в общем себя ведет как он себя показал и вообще понравилось ли мне или может быть это просто шляпа голимая не стоит принципе даже рассматривать такой девайс покупки ну в общем погнали варить вот вот Продолжение следует... 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 больше чем на середине процесса у меня подсел аккумулятор в общем я остановился поставил на зарядку сделал паузу и ушел там заниматься другими делами пока заряжался этот девайс поэтому не стоит рассчитывать на долгую работу с ним то есть как бы вот такой вот минус еще вылез также не могу не отметить еще один нюанс что вот как раз это объясняет то что в некоторых местах больше точек значит во время того как происходит сварка батареи да то есть естественно садится батарея вот здесь вот в этом блоке до управляющим и по мере просадки батареи то есть он начинает чуть хуже варить соответственно я начинал с полным зарядом варить на третьем режиме спустя какое-то время когда немножко просел заряд внутреннего аккумулятора этого девайса пришлось добавить режим я соответственно это заметил потому что проварка плохая то есть как бы лента очень легко отдиралась соответственно добавляешь режим все нормально именно поэтому здесь куча вот таких вот точек у меня появилась то есть я где-то еще дополнительно проходил проваривал чтобы быть уверенным ну это тоже в принципе можно приноровиться понять то есть не такая уж критичная проблема и еще конечно нюанс надо сказать что у девайса присутствует саморазряд то есть если вы к примеру там бросите этот девайс на полочку где-нибудь на полгода да потом вдруг вам резко нужно будет сварить батарейку вы достаете и нихрена короче его надо ставить на зарядку это тоже конечно же серьезный минус данного девайса ну и давайте грубо говоря подведем итог что вообще это за девайс да кому его можно рекомендовать но вот я бы так сказал для профессиональной работы это полное говно потому что не будет никакой скорости работы не будет производительности то есть это конечно не катит но если брать вот такой вариант как у меня допустим дома до раз в год сварить большую батку пусть там с перерывами пусть с большими затратами времени но тем не менее взять и сварить или там допустим для шуруповерта сделать батарею или в ноутбуке перебрать батку я считаю что это идеальный вариант потому что стоит недорого в принципе ну карманный такой девайс можно даже куда-то пойти что-то где-то оперативно у кого-то подварить в общем честно говоря я доволен да несмотря на все его минусы мне этот девайс понравился я нисколько не жалею о потраченных деньгах на него ну и наверное если кто-то профессионально занимается сваркой может быть такой девайс будет хорошим карманным вариантом то есть я не знаю там если где-то что-то надо бы подварить не хочется тащить на стол да грубо говоря взяли вот эту штучку быстренько раз-раз несколько точек поставили и все все работает все здорово за ту цену что он не стоил это просто офигительный девайс я нисколько не жалею о его покупке ну а на этом все кому понравился обзор ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока